Всем привет! А вы знали то, что уже больше месяца прошло с последней перерисовки ваших артов? Не знали? Вот я тоже. На самом деле так быстро время летит. Кошмар. Но я снова здесь, чтобы перерисовывать ваши работы в своем стиле. Как и в прошлый раз вы прислали куча работ, поэтому было сложно выбрать. Но я смог. Однако, если ваша работа не попала в видео, то не расстраивайтесь. Это же не последнее подобное видео. Их еще куча будет. Я надеюсь. Вода водой, но рисование по расписанию. Всем приятного просмотра. Арт номер один. Зеленый Кота Гринч. Не, ну у всех свои вкусы. Изначально я хотел попросту перерисовать работу в своем стиле, ничего не добавляя от себя. Но потом мне что-то в голову ударило, и я решил забабахать полноценную работу с композицией, с каким-то мини-сюжетом, чтобы было очень интересно за этим наблюдать. Помимо прорисовки самого персонажа, это не особо интересно. Я просто решил нарисовать именно как я его вижу. Ничего такого не добавляя, кроме штанов за 40 гривен, которых у него в оригинале не было. Да и вообще сам персонаж был нарисован по плечи. А я рисую его практически до колен. В позу я решил взять то, что он обокачивается об стол и подозрительно смотрит на что-то. Или даже с недоумеванием. Но на что он смотрит, это довольно-таки интересно. Я сам не знаю, но мне захотелось забабахать что-то такое, что он рядом с какой-то кафешкой походу смотрит на что-то странное. И недоумевает, что же это такое. И наверное мы об этом никогда не узнаем. Ну вот такая работа получилась. Кота Гринч смотрит куда-то недоумевая. Мда. Давайте перейдем к следующей работе. Арт номер 2. Черный заяц, сбежавший из лимба, нашел себе оранжевый шарфик. Именно так я представляю себе данную работу. Ну и конечно немножечко мне напоминает какую-то мрачную супергеройку. И поэтому я решил попробовать сделать что-то подобное. В оригинале персонаж стоит на белом фоне тупо чилит. У меня возникла идея нарисовать персонажа на крыше мрачным таким. Он смотрит на свою руку. Зачем он это делает, я не знаю. И сзади него огромная луна. Прям признак супергеройки. Любой пафосный персонаж стоит на фоне огромной луны. Бэтмен, Человек-паук и остальные разные там персонажи комиксов. По покрасу немножечко отдают городам грехов. Потому что все черное, есть какие-то цветные детали. В нашем случае это шарф. В общем все получилось так же как и с прошлой работой. Оригинал простой, а я решил все замудрить и сделать вот такую вот картинку с интересной, ну как по мне, композицией. Хоть она и простая, но мне она нравится. И из этого получился мрачный заяц, который посоперничал бы с Бэтменом. Ну это конечно шутка, но в принципе мне работа тоже нравится. Давайте пойдем дальше. Пикчер номер 3. Ангел-волк на пафосе. Ну давайте посмотрим, что у меня получилось. Ну тут я в целом мало что поменял. Немножечко изменил позы рук, ног, крылья свои нарисовал. Не такие детальные, как по мне и такие очень даже хорошо смотрятся. А в общем, в принципе все такое же, только в моем стиле. Как вам? Пишите в комментариях. Поскакали дальше. Четвертая работа. Тупо лавовый чел. Мне нечего больше сказать. Решил просто перерасыпать работу в своем стиле, ничего своего не придумывать. В принципе зачем. И так он выглядит классно, просто мне захотелось сделать его по-своему. Ну и добавить парочку светящих эффектов, потому что в оригинале их да и не было. А мне кажется, они хорошо бы смотрелись с ним. Ну как бы, если это лава, то она должна светиться, а в оригинале она не светится. Как-то странно. Но это, конечно, взгляд автора. Я по-своему это все вижу, а он по-своему. Ну и в общем, вот что получилось. Как по мне, классно. Да сама работа тоже неплохая. Как и все остальные. Ну и вот последняя пикча. Черный смерть. Желчный. Смертоносец. Веном. Яд. Называйте как хотите. Давно хотел нарисовать этого персонажа, но не было повода. Ну и вот, благодаря перерисовке я это сделаю. И перерисовываю, наверное, самую классную работу за сегодня. Оригинал классно выглядит. Я был не уверен, что смогу повторить. Да и, конечно, не повторю, потому что у автора свой взгляд, у меня свой. И я решил попросту повторить, но немножечко изменить его морду. Сделать ее открытой с языком, потому что мне нравится, когда Веном с открытой пасю, где у нее язык, слюни. Это выглядит классно и эпично. И как можно видеть, это версия Венома из фильма, не из комиксов. Потому что, во-первых, глаза такие у него, да и эмблемы нету. Мне очень нравится данная версия Венома в плане дизайна, она клевая. Конечно, бы хотелось бы увидеть противостояние данного Венома с Человеком-пауком. Было бы интересно глянуть, но об этом не сегодня. Ну и вот что получилось. Мы старались. Ладно, не буду позориться. Короче, вот что получилось. Мне нравится. Конечно, не повторит атмосферу оригинального арта, но мне все равно было приятно порисовать даже так вот у Венома. Было здорово. Ну а теперь перейдем к бонусным артам. И вот они. И пока вы смотрите эти работы, то хочу сказать спасибо всем за участие в видео. Все работы классные. Вы молодцы. Мне было приятно их рисовать. Рисуйте дальше. Прокачивайте свой скилл. И становитесь только лучше и круче вареного яйца. Потому что за этим кроется огромный потенциал и хорошее будущее. Может быть в дальнейшем вы будете работать в какой-нибудь профессиональный геймдэйв студии, рисуя то, что вам нравится. Еще раз спасибо. Надеюсь, тут большинство людей осталось, потому что хочу подвести итоги небольшого мини-конкурса на персонажа. Поэтому сейчас с помощью рандомайзера я выберу победителя, который получит персонажа, которого мы рисовали еще в позапрошлем видео. Если что, ссылочка в описании и по подсказке в правом верхнем углу можете посмотреть данное видео. В конкурсе приняло участие всего 6 человек, это конечно маловато, но ничего. Это же всего лишь первый конкурс. Дальше еще будут подобные. Думаю, тогда будет их больше. Ну ладно. И победителем становится Андрей Китизин. Давайте поздравим победителя. Он получил вот такого персонажа. На момент выхода этого видео я скорее всего отправил уже персонажа Андрею со всеми исходниками. В группе будет пост по поводу этого, где я покажу все скриншоты, чтобы все было честно. Что персонаж дошел до человека. А остальные не расстраивайтесь. Еще будут подобные конкурсы, где у вас будет шанс на победу. Просто подождите. Ладненько, спасибо, что посмотрели новый выпуск. Надеюсь, вам все понравилось. Если это так, то оцените лайком и комментарием. И конечно же, не забывайте про подписку с колокольчиком, чтобы не пропускать новые видео. А с вами был я, Маклауд. Всем удачи. До скорого. Пока-пока-пока. И запомните, всегда фотографируйте закат, будто пару лет назад. Субтитры сделал DimaTorzok